Вавиленский затон – это район, где частные дома строятся стремительно быстро, территория развивается, возводятся новые социальные объекты, обновляется инфраструктура, а вместе с этим в несколько раз увеличился и поток интенсивности дорожного движения. Порой доехать до места назначения – это целый квест. Необходимо объехать ямы, а некоторые водители создают аварийную ситуацию, обгоняя большегрузы. Спецтехники на дорогах действительно много, ведь строительный сезон в самом разгаре, но не дремлют и дорожники. На сегодняшний день уже проложено порядка двух километров. Дорога через Вавиленский затон до моста на Карахак была убитой. Больше ста всяких обращений жителей местных были в разные инстанции. И в народный фронт, и в министерство пишут, и в мэрию пишут, везде пишут, что дорога в ужасном состоянии. От первого километра до четвертого там сделан ямочный ремонт. Эти большие ямы, уже убитые, которые были, их отремонтировали, залатали, потому что там ту дорогу делали в прошлом году. То, что большегрузов очень много ходит, возможно и сделать, как вот объездную дорогу вокруг Козыла. Там ведь тоже есть через поверхнюю трассу и двигаются большой и так трафик. А объездные вот эти вот большие фуры, они по верхней трассе, еще выше, да, новая дорога по объездной там проезжают. Возможно, и тут можно так сделать. В Туве реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведется опережающими темпами. Сейчас подряд на организации ведутся необходимые работы с 10 по 13 километров Вилинского затона. Отметим, что дорожные работы запланированы и на других участках. Всего предусмотрено 4 этапа до круговой развязки. Дальнейшие работы, они очень капиталоемкие. Там порядка один этап из четырех стоит 450 миллионов рублей. Вот этот вот участок, он не такой капиталоемкий, так как это ремонт, он порядка 70 миллионов вышел. Те участки будут уже по 450 миллионов, но там уже масштабная реконструкция с освещением, с светофорными объектами, с тротуарами, с пешеходными переходами, с остановками. Первый участок, начальный участок, где наибольшая интенсивность там уже запроектирована в четырехполосном исполнении. Дальше пока в двухполосном, но с возможностью расширения. Здесь мы видим, несмотря на то, что была замена грунтов, слабых грунтов, пучинистых грунтов, было уполаживание продольного профиля, то есть выравнивание в целом отметок дороги. И тем не менее, здесь это сделано в рамках ремонта. Подряд на организации ООО ДСТ приступила к работам осенью прошлого года. Подготовительные земляные работы позади. Сейчас укладывают асфальт в два слоя, 6 сантиметров каждый, общей толщиной 12 сантиметров. Далее по поверхности асфальтобетонного покрытия проезжают катком. В этом году мы делаем основание, асфальт. Окончание по торгам этой дороги мы должны закончить в октябре месяце. Но я считаю, мы закончим где-то числа 15 июня. В конце мая мы асфальт положим, а там просто до 10-го. Это красоту, дорожные знаки, все это установим, чтобы все было красиво. На этот участок не только дорожники здесь работают, но также работают асфальтобетонный завод, автомобильный асфальт, комплекс, водители, большой штат. Мы также осуществляем содержание автомобильных дорог, ямочный ремонт делаем. Все, по городу работаем. На участке ежедневно трудится около 15 человек и более 10 единиц спецтехники. Как заверили подрядчики, дорога будет открыта уже к середине июня. Айра Салбия Монгуш, Янгар Кужге, телеканал Тува 24. Благодаря.